Алексей Барбашов, Болдавта. Леш, матч закончился за счетом 3-2, в вашу пользу. Но, мне кажется, еще в первом тайме можно было за десяток переваливать. Да, вы правы, что могли очень много забить голов сегодня. Но где-то соперник, где-то фарт. Не получилось много забить. Главное, что получилось забрать три очка. Что, в принципе, в нашей ситуации, наверное, что оптимально. Хотя, вы правы, что надо было забивать, конечно, побольше. Как Сиаб с нами сделал, когда мы тут недавно с ними играли. Соперник собрал сегодня минус один. Как-то это расслабило вас? Нет, у нас расслабляться уже некуда. Такая турнирная ситуация сложилась, что... Не важно, кто был бы сегодня против нас. Вышли настроены. На самом деле, большое количество моментов это подтверждает, что очень хотели победить, что и сделали. Спасибо тебе. Спасибо. Василий Малышев, Маяк. Вась, ну вы сегодня отчаянно сражались. Первый тайм, каркасы, ворот. Гриша Шалпегин, защитники. Ты выносил с линии ворот. Все очень самоотверженно. Закончили 0-0. Поймали какой-то кураж. Огонь в глазах появился. И все вроде было хорошо. Прокомментирую игру. Ну, в целом, играя минус один, очень тяжело весь матч играть. На самом деле. Поэтому у Болтавты было большое территориальное преимущество. Они владели мячом. Раскатывали, очень хорошо играли. Где-то они не забили, где-то нам повезло. Поэтому, я считаю, мне не в чем винить своих ребят. Спасибо, что они приехали. Всемиром сыграли, наверное, очень даже неплохую игру. Образово показать на контратаках. Удалось два мяча забить даже в конце. Еще немножко времени, может быть, и дожали. Бог его знает. Поэтому Болтавты, да, они приехали с заменами. Они перебегали нас, естественно. Поэтому закономерно, что они победили. Нет претензий. Что можно сказать? Какой у вас настроен на последний матч? На следующий? Да, Бог его знает. Это, как показывает практика. Будем доигрывать, как кто приедет. Тем ребятам спасибо. Я думаю, маяк уже мысленно в Коломягах. Настраиваться на 12 августа уже. Дай Бог, чтобы вообще приехали. Я надеюсь, привезем кого-нибудь. Спасибо тебе за комментарий.